Предупреждаю вопрос и сразу скажу, что камера найдена в том, в котором вы ее видите на первых кадрах. Больше ничего мне от нее не досталось. Приятного просмотра. Продолжение следует... 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 Вот так вот. 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 Вот так вот. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Вот так вот. Вот. , вот так 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 вот. , вот, вот, вот. , вот. Здесь простейшие, что в аппаратах много ключа не стоят, что особо интереса любители не представляют. Все загранировано, спасибо. Все на шлейфиках. Все, в таких жестких рамках нет пластика, а в рамках не экрана. Это матрица, если хотите, давайте посмотрим. Напоминаю, что мы разбираем не детали, а просто, чтобы посмотреть конструкцию. Вот она, наша матрица, на которую мы поправляем через оптическую систему, куда это изображение. Это голубенький светофитик. Это все зависит от особенностей матрицы. Настоящие красивые деталюшки. Казахстан чистая оптика. И двигатель, который туда-сюда гоняет внизу. Для увеличения фокусного расстояния, для энергии на резкость. Для автоматической подстройки резкости. Датчики положения имеются, соответственно, на резкость. Все резистивные графитовые дорожки, по которым есть в контакте. Видите, вот он датчик. Приступим к разборке объектива. Мой объектив, вот так вот просто снятый, даже не взглянешь. Потому что диафрагма автоматом закрыта. Чтобы добраться до диафрагмы, здесь надо тоже здесь в инобе объектив. Двигатель пальцем не покрутишь. Еще раз напоминаю, снимаем этот резистивный чек. По которому электронику поднимают, в каком положении находятся линзы. Один раз сталкивался с обрывом этого датчика. Вот, видите, обычный резистор. Вот, видите. И посмотрите, какой из нас. Один раз пришлось, когда запчастей было не достать, восстанавливать этот резистор, покупать токопроводящий клей. Вот, видите, линзочка вон находит. Вот, двигатель вон находит. Сейчас мы его снимаем, я думаю, она будет ходить сама. Вот. 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 Идет. Сначала двигается. Вот. Вот. Что идет. В принципе, видите, мы видим здесь три двигателя. Если подумать, то что нужно вводить в объективе. Наводить на резкость это раз двигатель. Открывать и регулировать диафрагму 2 до негатива. И третье. Мы видели все волшебное надпись на объективе 8x. Изменять фокусное расстояние объектива. Так называемый зум. Три двигателя, три двигателя и здесь его муфрочек, протатчик положил. Так это у нас. Это у нас. Так вот. Значит это у нас. Значит это у нас что? Это звено наверное есть. Зум здесь устроен так что двигаются линзы между самим объективом и матрицей. Вот этот набалдажник с ним нет. Скорее всего есть зум. Хотя прошу особо не критиковать. Много лет прошло уже. Мог что-то не забыть в теории. Смотрите. Вот он таскал вот эту линзу. Я меняю фокусное расстояние всего объектива. Вот так вот. Можно снять. А вот он весь объектив. Так. Это у нас. Диафрагма закрыта. Скорее всего этот двигатель есть. Последний. Диафрагма сейчас. Хотя не умеет. Наверное посмотрим что. Соответственно после такой раздовки объектив сохранить не удастся. Это уже будет игра линзачек. В домашних условиях его не восстановишь. Да. Вот она и есть. Биафрагма. Только. Сразу объектив стал прозрачный. Вот смотрите. Сейчас попробую показать вам. Если увидите. Вот мой палец сзади ходит. то есть диафрагма. Вот это и есть блок диафрагмы. Вот. Вот шторку. Раз. Вот показываю. Вот открываю диафрагму. Вот. Вот такая вот штучка. Вот здесь объективная. Фактически вот две линзы. И вот линза. И все. Кстати вот эту линзу. можно использовать для воспитания детей. Которые грызут ногти. Возьмите и покажите через линзу. Не знаю будет сейчас видно или нет. Что представляют собой ногти. И что есть под ногтями. Пускай посмотрят. через линзу. Я думаю после этого у них желание пропадет. В расслабке. Вот. Вот. Это линза. Достаточно короткофокусная. То есть. Что-то рассмотреть можно только поднеся вплотную к качите Спасибо за внимание. Давайте посмотрим, что представляет из себя вот такой окуляр от старой Панасоник. Устройственное введение на резкость, наглазиком резиновым. Сейчас посмотрим, что есть такое. Делаем крестовую отвертку маленькую. Начинаем разбирать. Вечер разбирается впервые, винтики страгиваются с характерным щелчком. Отвертка китайская выскакивает сама. Сбил камеру. Вот здесь простейший телевизор с трубочками. Здесь простейшая линца. С такими вот проточечками, чтобы можно было наводить на резкость. Вот видите. Откручу колесико. Просто меняется расстояние от линзы до экрана. Наглазник снимается легко. В принципе, на какой-нибудь монокуляр можно пристроить. Линзовая система простейшая здесь. Кажется, просто одна линза. Два ягода выпуклая. Это можно отложить в сторону. Дальше не разбирается. Так, здесь смотрю. Смотрим здесь. Здесь похоже. Склеим дальше. Вот, все правильно. С этой стороны просто экран, который экранирует плату. Маленькая плата, которая обеспечивает вот эту электронно-лучевую трубку высоким напряжением. И видеовходы, соответственно. Вот такой маленький телевизор. Так, кинескоп у нас просто вставлен. Здесь ничего интересного нет. Вот. Вот такая вот платка. Так что, если у нас любители в маленьких телевизорах, точнее в маленьких мониторах. Вот. Будет супер маленький монитор. Вот такая вот трубочка. Кинескоп. Такой вот модельки. Все миниатюрная. Красивая. Вот трансформатор преобразователя. Который выдает высокое напряжение для трубочки. Трубочка на обычном разъемах. Вот такая вот. Ее можно снять и положить отдельно. Добавляя. Добавляя. Здесьgon. hак. Добавляя. Слышни� и сломки. Добавляя. В плав DOT. Доamine? плата в принципе все настраивается яркости, четкости все концевичок есть который срабатывает при выдвижении окулера на себя а при повороте при повороте экрана когда вы поднимаете окулер кнопочка размыкается точнее замыкается и начинает светиться экран скорее всего высокая подается вот такой вот окулярчик от видеокамер Продолжение следует...